Пиво включено в бизнес-ланч. Вот это я понимаю, Эндриховградец. Конечно, идем обедать сюда. Бизнес-ланч в качестве напитка включает пиво. Это нормально, это по-чашски. И правда, пиво включено. Причем его принесли еще раньше, чем суп или горячее. Даже в таких небольших городах, как Эндриховградец, тоже в ресторанах есть свои пивоварни. Вот и в этом ресторане делают свое пиво. Бочки стоят прямо в зале для посетителей. Может, это обстоятельство и сыграло свою роль в том, что с названием города я так до конца и не разобралась. Говорила то так, то так. То ли Эндрихов, как в нашем путеводителе, то ли Эшдрихов, как говорили некоторые гиды. А в Википедии, сейчас я настроюсь, Эндржиховградец. В общем, как получалось. Провинциальные чешские городки просто очаровательны. Вот Эшдриховградец, он небольшой город, всего лишь 16 тысяч человек населения. Но здесь есть исторические центры, здесь есть старинная архитектура, здесь есть свои рестораны, пивоварни, свой музей, который мы посетим. И свой замок, конечно. Куда без замка в Чехии. Вот он, замок. Кстати, из тех, которые мы видели, он самый средневековый, если говорить о стереотипном представлении. Такой величественный, на скале, каменный. Ух! А самую старую часть замка сможет отличить и совсем неопытный историк. Вот это каменная башня. Этот замок в Чехии третий по величине после Пражского Брада и глубокий на Дублаве. Тоже нельзя снимать и фотографировать, так что все, пока. Нельзя снимать ни в комнатах, ни в коридорах, ни даже в черной кухне. Такова политика Чешской Республики. И относятся правила почти ко всем государственным замкам. Здесь позволяется включать фотоаппараты только в павильоне-ротонде «Рандель». Она служила своим владельцем местом для прослушивания музыки. Причем для оркестра была оборудована самая настоящая яма. А наверх звук поступал через специальные отверстия. Бедным высокородным господам не гоже было сидеть в одном зале со всякими там скрипачами. А чтобы остальное посмотреть, поезжайте сами в этот милый городок. Тем более, что замок – это не единственная достопримечательность там. Это крызовые яслички. Никаких компьютерных технологий, все механика. Работает кузница, вертится колесо мельницы, пробегают стада животных. Все это за счет механизма, спрятанного за декорациями. Выглядит он примерно так. Этот стенд в музее, наверное, специально повесили, чтобы можно было поверить в то, что видишь. Площадь огромная, около 60 квадратных метров. Видимо, считали во всех плоскостях. Сотни движущихся фигурок. Этот впечатляющий механизм в 1998 году был включен в книгу рекордов Гиннеса. Кстати, творение рук обычного отца, который захотел сделать удивительную игрушку для своего сына. Но так увлекся, что ее создание растянулось на десятилетия. Уже взрослый сын решил передарить чудесный механизм местному музею. Пожалуй, это здесь теперь и главный экспонат. Включают его раз в час. Талантливый был человек. И не только в механике, как видно. Музей. 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 В остальном музей самый обыкновенный, местечковый оружие, находки времен Второй мировой. Но я в этом не сильно разбираюсь, так что не могу оценить уникальность коллекции. Зато могу пересечь меридиан. В городе Иждрихов-Градец проходит 15-й меридиан. Вот и можно найти это место и еще и получить сертификат о том, что мы побывали на месте прохождения 15-го меридиана. Музей. Найти несложно. Прямо за костелом. Его видно отовсюду. Вот этот меридиан. Правда, он проходит как раз через дорогу, поэтому здесь нужно аккуратнее все это дело. Вот мы и пересекли 15-й меридиан. В гостинице неподалеку, как нас уверяли, выдают сертификат, свидетельствующий, собственно, о факте пересечения этого 15-го меридиана. Всего 1 евро и сертификат в кармане, но получить его оказалось непростой задачей. Эх, забыли мы, что в тихом, сонном городке ритм жизни немного отличается. Сертификат получить, конечно, можно, но нам не удалось это сделать. И причина банальна. Человек, который должен сидеть на ресепшене, на 5 минут ушла на почту. Ну, через 5 минут она не вернулась. И через 10. Но мы решили не тратить время попусту и просто сделать для себя фотографию. Ну, прямо как у нас в какой-нибудь деревеньке. Почта закрыта на 5 минут. А когда начались эти 5 минут и когда закончатся, разве это важно, когда нет поводов торопиться? Такой он этот градец со сложным названием. Сутья потому, что большинство людей здесь говорят все-таки по-чешски. Видимо, туристов здесь не так много, как в других каких-то городках. И это радует, потому что, когда живешь в каком-нибудь большом городе, ценишь спокойствие, тишину.